Здесь собрались мои замечательные коллеги, которые, конечно же, скажут о всех аспектах многогранной, замечательной, очень значимой, жизненной и, более всего, научной деятельности Юрия Васильевича Казакова. Безмечайно важный персонал в городе Казакова и в нашем университете. Благодарю вас, Казакова, это все для вас, Юрий Васильевич. Очень немногих людей могу отнести число своих учителей, среди них Юрий Васильевич, и не только потому, что под руководством Юрия Васильевича я делал дипломный проект. Поэтому даже формально Юрий Васильевич является моим учителем. Было несколько уроков, которые я от него получил. Ну, один урок касается целеполагания. И это, в общем-то, достаточно известная сфера деятельности Юрия Васильевича. И, конечно, в этом вопросе он является методистом или методологом самого высшего уровня. Я помню, когда я впервые формулировал цель своей, тогда еще дипломного проекта, то, как и множество других людей, я написал, что целью является исследование чего-то. И тогда Юрий Васильевич очень долго потратил времени на то, чтобы мне объяснить, что исследование как таковое не может являться целью. И, в общем, я говорю, процесс целью не может являться. Целью может являться результат. И я очень это усвоил на всю жизнь, фактически. Это усвоил очень неплохо. И, наверное, это то, что помогает в жизни достигать именно результат. Очень удивился, когда узнал, что 80 лет. Потому что, когда мне сказали, что вот приглашаем, Карина Николаевна сказала, что будет честоваться Юрий Васильевич в Доме ученых, что юбилей стал. Конечно, да. Уже 70 лет. А мне говорят, что коснись, я говорю, но этого не может быть. Поэтому вам сохранять дальше вот эту молодость, энергию. И еще раз самые теплые поздравления. Директора и ученые совета Института машиностроения награждают профессора Кайф Дресварка обработку материалов давлением и родственные процессы, доктора технических наук Казакова Юрия Васильевича за многолетнюю, безупречную, высокопрофессиональную работу по подготовке инженерных кадров. Юрий Васильевич, получите. Спасибо вам за науку, спасибо за то, что вы есть. Здоровья вам, счастья, всего самого хорошего. Еще много-много лет хочу рядом с вами трудиться и получать хорошие советы и напустие. Нас познакомил родной мехзавод. Помню житейский простой эпизод. Однажды я утром на смену пришел и на участие чужого нашел. «Ты кто?» Ему задал банальный вопрос. «Я сварщик», с достоинством он произнес. Ответ был простой, но мне в душу запал. Его не однажды потом вспоминал. Время пришло, он в толпы перешел. На кафедре сварки работу нашел. Ему поручили учебный процесс. Он в педагогику тотчас полез. Стал методички и книги писать. И в академии их издавать. Академия от издательства. По сварке и пайке учебник создал, который буквально бестселлером стал. Выдержал столько больших тиражей, что им обеспечили даже бомжей. Как-то Василий стал думать, гадать. В науках каких ему доктором стать. Или по традиции быть технарем, или в педагогике стать белым орлом. Тут кто-то в педнауках написал. Неправильно. Сейчас на вопрос он ответить бы смог, ответить бы смог, что сварщик он классный, и еще педагог. Больше распространяться не буду. Ко мне пришла пора платить долги. А я-то думаю, я еще успею. Не скажешь, что придумали враги. Не спрячешься за юносткой спесью. И вот я мельтешу туда-сюда. Размахивая разными словами. Я расплачусь за лугами. Я отдам. Поверьте мне! Качает головами леса и травы. Снегопад и сноселок, осиха, сахарин и волга. Живет во мне. Смеется надо мной. Огромная невозможность долга. И снова полгодь душу холодит. И карандаш с бессонницей спорит. И женщина в глаза мои глядит. Я столько должен ей, что страшно вспомнить. Плати долги, плати долги сюда. Давай на чистоту судьбу продолжим. Плачу. Но каждый раз выходит так. Чем больше отдаю, тем больше должен. Спасибо всем, кто пришел.